Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук, заявил о готовности признать бесперспективность минского процесса, если РФ откажется принимать уступки Украины по Донбассу. «Я внимательно слушаю всех россиян, президента, министра иностранных дел, Казака, Грызлова. Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял до деталей, заглянул, простите, в душу каждого из них, но думаю, России также надоела война. Российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские. Поэтому войне не может быть продолжения, ее надо заканчивать миром», — сказал Кравчук. Он подчеркнул, что если Россия не готова будет идти на уступки украинской стороне, то Украина будет вынуждена отказаться от минского процесса. «Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят нет, ну что ж, тогда, по крайней мере, я, мне хватит мужества, силы и воли сказать, мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности», — сказал Кравчук. Леонид Кравчук заверил, что в таком случае сложит с себя полномочия главы трехсторонней контактной группы в Минске. «Абсолютно я не буду там находиться и делать вид, что я или Украина ничего не делает. Я не буду, извините за выражение, формальным исполнителям чьей-то воли. Я не буду склонять головы ни перед кем. Я скажу правду, и люди ее увидят». Ранее Кравчук объяснил украинцам, что никто не пойдет на поводу у России, конституции никто менять не будет. Как сообщил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, минские договоренности нельзя рассматривать без международных принципов и норм. «Эти принципы и нормы определены в официальных документах ОБСЕ, и мы не можем даже предположить, что минские договоренности автономны от этого всего. Тогда они потеряют свою силу. Они, подчеркиваю, должны соответствовать международным нормам и принципам. Это очень важно», — сказал он. В то же время, по словам Кравчука, есть конституция и законы Украины, которые согласовывались с международным правом. «Если Россия действительно считает, и это серьезно, чтобы мы внесли изменения в конституцию, то я ставлю через вас такой вопрос. Каким образом демократическая страна, а мы точно идем по пути демократии, может прийти в парламент и сказать, что вы должны проголосовать за это? Я знаю, что уже три фракции, Европейская Солидарность, Голость и Родина не будут голосовать. Я знаю точно, что часть даже депутатов от «Слуги народа», особенно мажоритальщиков, может не голосовать. «Я уже не говорю, что содержательно это не вяжется ни с каким международным документами», — подчеркнул представитель Украины в трехсторонней контактной группе. По его мнению, изменить конституцию практически невозможно. Они знают, что такие решения принимаются в Верховной Раде, и Верховная Рада — демократическая структура, демократический орган в украинском государстве. И 450 депутатов имеют право каждый на свою позицию и свое мнение, и голосовать так, как велит внутреннее состояние и ориентирует избирателей, добавил Кравчук. В то же время Кравчук заявил, что, по его ощущениям, Россия также хочет закончить войну на Донбассе. Он отметил, что слушает российского президента и министра иностранных дел и якобы чувствует, они хотят, чтобы на Донбассе был мир. По его словам, российские матери, чьи сыновья гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские. Напомним, 26 июля был издан приказ командующего объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании трехсторонней контактной группы. 28 июля стало известно, что экс-президент Кучма решил прекратить участие в работе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Президент Зеленский отметил, что он с уважением относится к решению Кучмы и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в трехсторонней контактной группе. 29 июля Зеленский сообщил, что на должность нового главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе рассматриваются кандидатуры действующего первого заместителя председателя украинской делегации, вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, первого президента Украины Кравчука и еще нескольких человек. 30 июля Зеленский назначил Кравчука председателем украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске. Уже длительное время идут споры о том, когда министр МВД Арсен Аваков уйдет в отставку или когда его туда отправят. Особенно актуальным стал этот вопрос после волны терактов по стране и волны минирований в крупных городах. Так, политический аналитик, как он сам себя позиционирует Михаил Чаплыга у себя на странице в Facebook, поделился интересными инсайдами и отметил, что Аваков сам хочет уйти в отставку. Сорока на хвосте принесла, что вам нет смысла пинать Арсена, он и сам хочет уйти, устал и хочет выйти из игры. Больше ему это неинтересно и пальмы на вилле дома в Италии более привлекательный, чем тот Адище, который останется тут. Сей хитрый план знают и на Банковой, но им нужно его отправить в отставку до того как, чтобы на всякий случай стабилизировать себе рейтинг. Период? Конец сентября, первая половина октября. Теперь игра идет на опережение. А печаль в том, что при таком раскладе у нас наступит Адище, ибо менять Арсена нужно было, решив за год две задачи. Первая – перехват договора с криминалом. Сейчас действует договор, что криминал владеет системой МВД, и поэтому есть некоторое подобие правопорядка. Второе – дробление империи МВД, возвращение отдельных самостоятельных единиц и лишь потом смена главы оставшегося огрызка. В противном случае, сами понимаете. Ибо сейчас ситуация, когда клиент взял в банке кредит размером с уставной фонд банка, теперь он владелец банка. Напомним, 31 июля в Киеве у Министерства внутренних дел началась акция, приуроченная к годовщине нападения на Екатерину Ганзюк. С момента нападения на херсонскую помощницу мэра прошло два года. Основное требование активистов за эти два года не изменилось – наказать виновных убийстве активистки, в том числе и заказчиков. Правда, к этому требованию прибавилось и желание наказать полицию, якобы саботирующую расследование и покрывающую виновных. Теперь главным у протестующих стал политический лозунг Авакова в отставку. Это далеко не первая акция такого рода, насколько она уже приелась. Киевлянам можно судить хотя бы потому, что на пикет пришло журналистов больше, чем участников акции, а прохожие даже не останавливаются поглядеть на происходящее. Между тем, требование отставки министра сугубо политическое. Напомним, что досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Ганзюк уже завершено. Ранее сообщалось о приговорах для исполнителей самого преступления, причем, как видим, протестующие не возмущаются, например, мягкостью приговоров. Напомним, ранее говорил президент Зеленский с Аваковым, есть договоренность о необходимости довести до конца и получить результаты в делах Екатерины Ганзюк и Павла Шеремета. Ранее 23 июля сразу несколько общественных организаций потребовали от Верховной Рады и президента Владимира Зеленского отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за инцидента с пожаром в доме руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Вынуждены констатировать, что Украина остается опасной страной для работы общественных активистов и правозащитников, а ее активные граждане, которые пытаются продвигать реформы и противодействовать коррупции, часто вынуждены платить за это безопасностью, здоровьем и даже своей жизнью, сказано в заявлении. Среди требований эффективное расследование нападения на дом Шабунина, предоставление ему госохраны, публичное осуждение Зеленским нападения на Шабунина и других антикоррупционных активистов в Украине, взятие президентом инцидента с домом Шабунина под личный контроль, отставка главы МВД Арсена Авакова. Всего под документом подписалось 43 организации. Центр противодействия коррупции считает, что произошло посягательство на жизнь Шабунина и его семьи. Там заявили, что не доверяют следствию и будут добиваться изменения квалификации преступления. Предварительно правоохранители квалифицировали пожар, как умышленное повреждение имущества, часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса. Мы обращаемся к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой взять под личный контроль расследование нападений на активистов, в том числе на посягательство на жизнь Виталия Шабунина и его семьи, сказано в сообщении.